Вавилон сегодня ассоциируется со злом и развратом. Современное мнение о Древней Империи сложилось благодаря библейским историям, в которых часто весьма нелестно отзываются об этом городе. К примеру, Вавилон называют матерью блудниц и мерзостей земных. В свое время Вавилон был одним из самых могущественных городов мира, одно название которого произносились трепетом. Большая часть истории Вавилона была утрачена во времени, но археологи сумели обнаружить некоторые находки, благодаря которым сегодня можно частично представить о том, как жила одна из первых в мире великих цивилизаций. Привет, друг, ты на канале Киртоп. Наверняка все мы слышали библейскую историю о знаменитой и так и недостроенной Вавилонской башне, вследствие чего произошло смешение человеческих языков, так званное Вавилонское столпотворение. Разумеется, выглядит все это как красивая легенда, но тем не менее упомянутая в Библии Вавилонская башня действительно строилась при царе Навуходоносоре II, а сам город Вавилон был поистине жемчужиной древнего мира. Отец истории Геродот, посетивший Вавилон, был восхищен его величиями и размерами. До нас дошли его описания этого великого города, который вполне можно назвать мегаполисом древнего мира. Но прежде чем отправиться в прошлое, давайте определимся с географией нашего виртуального путешествия и ответим на вопрос, где находится Вавилон на карте. Итак, Вавилон находится, а точнее находился, на территории современного Ирака, чуть севернее от иракского города Эль-Хила. Сейчас же на его месте остались одни лишь руины, ну и туристические ларьки с сувенирами. Но в эпоху своего расцвета Вавилон был не только городом, но и государством, владеющим обширными территориями. Вавилонский дом В 1899 году археологи нашли руины древнего Вавилона, и оказалось, что при его стройке вообще не использовался камень. Все дома и стены были сделаны из глиняных кирпичей, окрашенных в разные цвета и разрисованных изображениями богов, зверей и людей. Стены города были покрыты лазуритом, голубым минералом, который ценился на вес золота. Большинство из них было построено на пыльных грунтовых дорогах, в стороне от главных улиц. Во многих домах была всего одна комната, выход из которой вел во внутренний дворик. Люди побогаче могли себе позволить многокомнатные дома, украшенные декоративными горшками с растениями и фонарями. Дети играли с маленькими глиняными игрушками или терракотовыми корабликами. А взрослые мужчины увлекались азартными играми с костями животных. Вавилонская медицина Когда вавилоняне шли на рынок, они видели там не только лавочников. На рынке также сидели больные люди, помогать которым было обязанностью каждого. Независимо от того, кем бы человек ни был, он должен был уделить минуту, чтобы дать совет больному. Впрочем, элита освобождалась от этого. Также больные люди могли пойти в храм, где им колдун объяснял, чем именно человек разгневал богов и как он может исправить это. Кроме того, они могли пойти к врачам, которые уже в то время умели делать операции. Но подобное могли позволить себе только богатые, а бедняки были вынуждены отправляться на рынок и ждать совета от прохожих. Вавилонские медицинские таблички показывают, что все лекарства вавилоне делали из ингредиентов, которые уже были испытаны в прошлом и которые доказали свою эффективность. Эротические глиняные таблички Вавилон считался необыкновенно сексуально раскрепощенным, даже по меркам древних государств. По словам историка Жан Ботера, люди занимались любовью открыто, никого не стесняясь, иногда на террасе своего дома, а иногда даже на улице. Также вавилоне существовал некий аналог современного плейбой – изображение половых актов на глиняных табличках. Из того, что сохранилось до наших времен, можно было бы составить целую камасутру. Археологи находили такие таблички в домах, в храмах и даже в могилах. Храм Иштар Одна из самых странных вавилонских традиций, в соответствии с записями греческого писателя Геродота, была связана с храмом Иштар – богиней любви и войны. По крайней мере, один раз в своей жизни каждая женщина должна была прийти туда, и ей не позволялось уйти, пока она не переспит с кем-то за деньги. Сегодня были обнаружены руины нескольких таких храмов, один из которых нашли в верхней части города на Акрополе, где была расположена резиденция правителя. Гадание Вавилоняне считали, что они могут предсказывать будущее по печени овец. Когда им нужно было принять важное решение, они вырезали печень у овцы и пытались по ней предсказывать, как и что произойдет в будущем. После вавилонян также остались глиняные слепки печени, на которых можно было увидеть различные аномалии, которые, по их мнению, демонстрировали различные судьбы. Различные культуры рассматривали подобную практику по-разному. Греки думали, что в этом что-то есть и скопировали гадание. Израильтяне, с другой стороны, рассматривали его как темное чужеродное колдовство и боялись его. Астрономия Вавилонские астрономы поднимались на вершины своих великих зекуратов и наблюдали за движением звезд на небе. Звезды были основной частью их религии, и они добились невероятных открытий в области астрономии тысячелетия назад. Вавилоняне открыли теорему Пифагора за тысячу лет до того, как родился Пифагор. Они обнаружили Венеру, следили за кометой Галея и Юпитера, используя математические методы, которые в европейском обществе развились только в 14 веке. Астрономия вавилонян была невероятно продвинутой, но это не означает, что они понимали, чем на самом деле является космос. За планетами они следили только для того, чтобы составлять астрологические прогнозы. Они считали, что созвездия были помещены на небо богами, а их движения в небе являются предзнаменованиями для градущих событий. Ритуалы затмений Из всех космических небесных предзнаменований самым страшным считалось затмение. Вавилоняне считали, что оно знаменует катастрофы, убийства и восстания. Ученые нашли табличку, из которой узнали о любопытных ритуалах, которые проводились во время затмения. Во-первых, зажигали огонь на жертвеннике. Затем каждый вавилонянин должен был снять свой головной убор и поднять свои одежды над головой. Так, держа тунику задранной над головой, они пели погребальные песни, прося богов защитить их поля от наводнений. В конце концов, они начинали рыдать и умолять богов избавить их от наказаний. Усыновление брошенного ребенка Археологи нашли сохранившийся контракт между жрицей и государством, который обнаружил неожиданную сострадательную сторону вавилонян. Жрица утверждала, что нашла новорожденного ребенка в заброшенном колодце и вырвала его изо рта собаки. Подобное не было чем-то необычным. Отказ от детей и выбрасывание их на смерть было довольно стандартной практикой в большинстве стран в те времена. К примеру, в Риме родители были обязаны, согласно закону, отказаться от детей, которые родились с уродством. Вавилоне же, судя по всему, все было по-другому. Жрица приняла найденного ребенка как родного, официально усыновив его. Вавилонское государство, как свидетельствую записи на табличке, отнеслось к подобному поступку очень серьезно. Мало того, что власти одобрили действия женщины, они также предусмотрели ответственность за последствия плохого ухода за ребенком. Жизнь покоренных народов Когда Вавилон завоевал новое государство, его людей переселяли в другие части империи. Подобное случалось с израильтянами, поэтому у них было много причин ненавидеть Вавилон. Тем не менее, были найдены таблички, которые отслеживали жизнь израильтян в Вавилоне. Оказалось, что у них было больше свободы, чем считалось ранее. По крайней мере, они их не считали рабами и разрешали жить своей жизнью. Они заключали контракты, продавали товары, платили налоги и получали кредиты. Это не значит, что вавилоняне были святыми. Они убивали младенцев израильтян, разрушали их города и выселяли их из домов. Но поскольку вавилоняне предоставили израильтянам равные права и со временем обида притупилась, некоторые израильтяне успешно интегрировались в вавилонское общество и вскоре стали неотличимыми от своих завоевателей. Могилы вавилонян Вдоль городских стен Вавилона было найдено множество могил умерших местных жителей. Когда вавилоняне умирали, их тела вывозили за городскую стену и просто закапывали в землю. Иногда, правда, покойного могли завернуть в тростниковую циновку или замуровать в кирпичную кладку. Некоторых хоронили с накопленным за жизнь имуществом. Иногда могилы заполняли бисером или заливали медом. Вавилонян редко хоронили с оружием. Для своего времени они были довольно мирными людьми. Падение Вавилона Но, как это обычно бывает, рассвет часто приводит к гордыне. И, как рассказывает библейская история, гордый вавилонский царь решил, что сможет построить башню до небес и таким образом сделаться равным богу. Но разгневанный бог наказал эту заносчивость, смешав языки строителей, вследствие чего все строительные работы пришлось прекратить. В реальности же падение Вавилона и его знаменитой башни, которая представляла собой языческий храм, посвященный вавилонскому богу Мордуку, последовало постепенно на протяжении веков. Новая угроза Вавилона пришла с Востока, где началось восстание перцев против Мидии, но вышло так, что перцы вошли во вкус. И помимо Мидии успешно покорили и Вавилонское царство. Сам Вавилон теперь стал жемчужиной Персидской империи. Александр Македонский, который успешно навалял уже перцем, всерьез собирался сделать Вавилон столицей своей обширной империи, но скоропостижно умер. Его наследники переругались между собой, а сам Вавилон постепенно оказался на обочине истории. Повествование о Вавилонской башне, наверное, так бы и осталось преданием, если бы во время раскопок Вавилона не обнаружили следы колоссального сооружения. Это были развалины храма. Подсчитали, что для строительства башни понадобилось не менее 85 миллионов кирпичей. Видео подошло к концу, но вы можете высказать свое мнение о Древнем Вавилоне и особенно Вавилонской башне. Спасибо за ваши просмотры, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!